Добрый день дорогие любители растений! Сейчас начало июня. Розы еще не цветут и наши глаза еще не успели устать от обилия ярких красок. И в этот момент я хочу рассказать вам об ирисах. Гиппократ назвал это растение именем Ириды, крылатой богиней радуги. Хотя в его времена окраска их была еще не такой разнообразной, как в наши дни. От чисто белых до бархатно-черных, от небесно-голубых до солнечно-желтых и ярко-оранжевых. Есть ирисы с плавным переходом цвета, а есть резко контрастные. И хотя ирис известен с древнейших времен, активная его селекция ведется в течение последних 200 лет. За это время вывели более тысячи разнообразных сортов, которые можно встретить почти в любом уголке планеты. Большинство сортов доходят до третьей зоны зимостойкости, а ведь есть еще и ремонтантные. То есть осенью этих разноцветных бабочек можно увидеть еще раз. Я не поклонник таких сортов, но только представьте, синие ирисы на фоне желтых листьев. Весну с нами встречают миниатюрные ирисы. Эти крошки выпускают бутоны в апреле, как только сойдет снег. Цветут недолго, но и ухода почти не требуют. Уходят на покой и закрываются любым почвопокровным многолетником. Таким малюткам самое место в ракарии или альпинарии. Дальше им на смену приходят карликовые ирисы. К ним относят все бородатые с длиной стеблей от 10 до 40 сантиметров. Они быстрее остальных типов наращивают куртину и скоро формируют пышный коврик. Так как агротехника у всех бородачей практически одинаковая, пойдем дальше. К концу мая в игру вступают наши самые любимые – высокие бородатые ирисы. Эти касатики включают всю палитру красок, кроме разве что красного. К сожалению, ирисы, имеющие в названии слово Red, лишь варианты коричневого и фиолетового. Но селекционеров этим не остановить. Одни хвастаются самыми яркими и контрастными расцветками. Другие – бархатными или особо гофрированными фолами. Это три нижние лепестка у ириса. Кто-то соревнуется в количестве бутонов на одном цветоносе. Посмотрим, какой же райдер выставляют нам цветы эльфов, чтобы устроить в мае и июне в нашем саду незабываемое шоу. Агротехника их не столь сложна. Итак, весной, когда начинают отрастать свежие листья, необходимо хорошо прополоть ирисы и покормить комплексным минеральным удоврением. Органику они недолюбливают, а навоза вовсе не переносят. Заболеют бактериальной гнилью и погибнут. Во время цветения ничем не кормим, только нюхаем, фотографируем и любуемся. После цветения многие забывают про своих касатиков, а зря. В это время ирис набирается сил для предстоящей зимовки. Закладывает цветочные почки будущего года. Так поможем ему в этом. Во-первых, обрежем семенные коробочки. Кто-то выламывает стрелки целиком. Для этого нажимаем на основание цветочной стрелки, отводя ее в сторону корневища до характерного треска. Но думаю, вырезать их с секатором тоже не проблема. Желательно после этого посыпать ирисы золой. Это и калий, который необходим для успешной зимовки, и профилактика инфекций. При этом, если листья здоровые, не имеют желтых, бурых или оранжевых пятен, сохраняем их как можно дольше, ведь они отдают корневищу свой запас питательных веществ. Как не прискорбно это осознавать, но наши красавчики еще и болеют. Существует шесть основных болезней ирисов. Их условно можно разделить на три группы. Это болезни корня, болезни листьев и болезни стебля. Самые распространенные болезни листьев. Растения от них не погибают, но теряют свою декоративность. Например, гетероспироз или пятнистость листьев. В загущенных посадках при сырости и дефиците фосфора оно встречается в эридариях во второй половине лета. Также часто встречаются такие маленькие оранжевые пятнышки, которых к осени становится все больше. Это ржавчина ириса. Для борьбы с ними полезна внекорневая обработка кальциевой селитры или медь содержащими препаратами. Но лучше, конечно, использовать меры профилактики. Это удаление сухих и больных листьев, обработка фунгицидами, подкормка суперфосфатом, поддержание нейтрального PH почвы. И лучше всего не загущать посадки. А так выглядит гниль стебля. Сейчас убираем все до здоровой ткани, засыпаем щедро золой, а осенью не забываем снова обработать фунгицидами. Но самое опасное это корневые гнили. В первую очередь мягкая гниль или бактериоз, серая гниль и фузариоз или сухая гниль корневища. Но этому лучше посвятить отдельный ролик. Скажу только, что при любом из этих поражений лучше выкопать растения, отделить здоровые части, замочить в крепком растворе перманганата калия на 2-3 часа, припудрить золой и высадить уже в легкую дренированную почву на солнечное место. И еще помните, что в погоне за новыми красками селекционеры порой игнорируют факторы устойчивости и за новыми, особо вычурненными сортами требуется пристальное наблюдение. А теперь посадим пару ирисов. Я сколько раз старалась не покупать такие трудозатратные растения и вот опять. Смотрите, ну разве можно от такого отказаться? Он же серо-буро-малиновый, да еще и в полосочку. Розовый у меня хотя и есть, но вот с такой ярко-оранжевой бородой еще не было. Приступим. Предварительно на 3 часа замочила ирисы в растворе гумато-калия. Нам надо выбрать солнечное продуваемое место и такое у нас как раз есть. Вот здесь рядом с этой той, посмотрите, как будет красиво смотреться вот этот вот коричнево-бирюзово-непонятный цвет. Смотрите, для начала почва. У нас здесь очень песчаная, здесь была груда песка. Сначала выбираем все сорняки, особенно вот такие длиннокорневищные. Они могут проделывать дырки в корневищах ириса и он будет, соответственно, хуже расти. Это все выбрасываем. Почва у нас, посмотрите, здесь практически один песок. Нам надо ее немножечко удобрить, хотя это и не обязательно. Ирисы любят именно вот такую песчаную почву, тем более, что из нее очень хорошо выдираются сорняки. От этой красоты нам придется отказаться. На этот год срезаем и вот по самую маковку и ставим в вазочку. Вот эти веера подрезаем. Они у нас будут испарять много влаги, а так как мы корни тоже частично обрезаем, ему нечем будет питаться пока что. Но у него есть очень много запасов вот этом корневище, он у нас не пропадет. Корни подрезаем. Вообще ирис больше любит фосфорно-калильные удобрения. Можно было насыпать немного азофоски. Но я подкармливаю здесь целиком клумбу периодически, ну где-то два раза в год. Поэтому ему тоже хватит. Делаем ямку. Небольшой холмик. Главное в посадке ириса, чтобы вот эта вот его попка, вот он похож на скорпиончика, надо чтобы вот эта спинка всегда находилась на солнце, прогревалась солнышком. Тогда ваш ирис будет нормально развиваться. И сажаем вот эту вот крабика вот сюда. Ноги вниз, ручки вверх, спинка на улице. И засыпаем. Один немаловажный момент. Вы должны направить ирис, куда вы хотите, чтобы он у вас рос. Вот сейчас он пойдет расти вот туда. Вот эти ветки пойдут вот так. Боковые на следующем году будут отрастать вот отсюда. И дальше он у вас будет ветвиться вот в ту сторону. Не сюда, к туи, не вот наружу, где будет еще у нас что-то сидеть. А именно он у нас попадает вот в этот эридарий. Оставляем спинку. И уже можно поливать. Поливаем при посадке. Мы всегда, даже если на улице идет дождь, нам важно, чтобы земля уплотнилась и окутала наши корни, чтобы корни не повислили в воздухе. Розовый касатик разбавит нам вот эту пурпурную палитру. Я уже обработала этот ирис. Кстати, здесь сидит еще один розовый ванитин. Им будет хорошо вместе. По крайней мере, мне будет хорошо на них смотреть. Здесь земля не настолько песчаная, поэтому можно добавить еще немного песка. Аналогично. Небольшой бугорок. Кладем крабика. Пусть они встретятся. Когда ирисы в этом цветнике отсветут, начнет цвести перовские. Она своим голубым облаком закроет вот эти листья, которые у ирисы после цветения уже не декоративны. Ну а тем, кто досмотрел мое видео до конца, как всегда, небольшой лайфхак. Одна из моих подписчиц жаловалась, что ее ирисы постоянно зарастают травой. Звучало это так. Татьяна, вы, наверное, знаете какое-то волшебное слово, что трава у вас не растет. Знаю. И это слово прополка. Только делать это надо как можно раньше. Потом и сквозь листья не пробраться, и можно повредить хрупкие бутоны. Посмотрите, как выглядит мой иридарий до. Удручает. Правда? Но это же аксиома. А в чем, собственно, полезная информация, скажете вы? Главный неистребимый враг у нас – одуванчик. Все знают, что вытирать его нужно с корнем. Но как выдрать его из корней ириса? Я предлагаю вырезать его ножом. Главное – захватить при этом часть корня. Дальше ирис сам задушит конкурента. В миксбортерах и клумбах такое, конечно, не прокатит. А вот для иридариев и газонов – возьмите на вооружение. Еще столько хочется всего рассказать про ирис болотный и ирисы сибирские, которых начала собирать в этом году коллекцию. Есть ирис гладкий, шерстистый, злаковидный и луковичные редиктумы. Но об этом в следующий раз. Цветение ирисов недолговечно, и скоро место фаворитов в моем саду займут розы. Не забывайте взоглядывать в мой сад. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok